здравствуйте уважаемые зрители рад приветствовать вас на своем канале сегодня как вы видите речь пойдет опять о налобных фонариках первое видео на моем канале было о налобном фонарике французской фирмы pecel pecel arctic core фонарик до сих пор у меня в эксплуатации приносит только положительные эмоции но цена его 50 долларов у нас в украине где-то 1200 гривен а сегодня я хотел бы подтвердить тезис о том что для решения бытовых утилитарных задач не обязательно покупать дорогие фирменные вещи а можно обойтись качественными но дешевыми их аналогами и сегодня у меня на обзоре вот такие замечательные два налобных фонарика hp 30 которые мы приобретали на алиэкспрессе для наших кабельщиков для работы в темных помещениях кабельной канализации и вообще в ночное время фонарики очень достойно себя показали сейчас я хочу вам рассказать показать их характеристики и в общем познакомить с этими чудами юдами значит корпус у нас и дур из дурако устойчивого удара прочного пластика сделано все довольно качественно видно что это штамповка прикреплен эластический ремешок который снимается ремешок регулируется корпус у нас 63 миллиметра на 43 миллиметра и глубина 34 миллиметра здесь есть у нас такие замочки для фиксации фонарика в четырех положений он может подыматься на 45 градусов и давать вам возможность светить как прямо так и под углом фактически себе под ноги дальше есть защелка под защелка у нас находится батарейный или аккумуляторный отсек здесь он с гидроизоляцией гидроизоляция здесь по классу ipx4 то есть от брызг от дождя купаться с этим фонариком нежелательно но эту гидроизоляцию можно увеличить есть специально такая силиконовая смазка для фонариков она представляет из себя такую консистенцию из прозрачного типа вазелина она замечательно обеспечит ту же самую гидроизоляцию если нанести вот здесь на резинку значит батареечки а а а в любом ларьке в любом магазине дешево сердито у нас в украине можно купить такую батарейку от трех до пяти гривен то есть фактически набор 20 гривен в любом магазине и мы предпочитаем фонарики именно на батарейках потому что используем их не часто а эпизодически аккумуляторы содержать покупать дорогие и эксплуатировать их нет просто смысла поэтому батарейки нас выручает и фонарики такие неприхотливые так дальше вес фонарика 45 грамм время работы фонарика с на вот таких батарейках от пяти до восьми часов зависимости от качества батареек ну и конечно от выбора режима режимы здесь у нас этот фонарик у меня с батареечками сейчас я вам покажу вот так батарейки установлены закрываем батарейный отсек здесь у нас такая гидроизоляционно защищенная прорезиненная кнопка и режимы включаются просто нажатием по очередной кнопки первый режим у нас вот такой вот high свет дальний максимально белый да присутствует hotspot до 100 люминов мощность этого режима и свет у нас до 50 метров то есть фактически для велосипеда где-то там для сторожей для туристов альпинистов военных этот свет будет более чем достаточно второй свет нажали он такой свет low свет ближний минимальный белый мощностью где-то до 12 люминов и расстояние до 7 метров можно все под руками смотреть работать то есть это то что вы делаете вблизи дальше нажимаем у нас идет красный свет этот цвет применяют охотники и где-то вы не хотите никого будить поднимитесь в палатке включите все красные цветы и потихонечку найдите то что вам нужно и не будете привлекать ни мошек ни комаров кроме того вот я недавно узнал что такой цвет очень уважают птицы разводители или как правильно птицеводы которые работают с куры с курочками суточками эти не боятся красного цвета потому что животные в принципе все долги дальтоники красный свет не различают а нам красный свет помогает и дальше аварийный свет в экстремальных ситуациях даже вот можно налобные фонари когда вы едете на велосипеде повернуть себе на затылок чтобы все видели что вы едете в темное время и обеспечить себе аварийный свет дальше давайте мы проведем тестирование этих фонариков в темном помещении у нас есть такой специальный подвал очень крутой очень темный очень длинный и я вам покажу как эти фонарики работают говорится в поле и так проводим тест фонарика в темном помещении включаем первый режим так вот сейчас камера сфокусируется вот смотрите у нас такой подвал типа г.о. гражданской обороны и вот здесь длина подвала 70 метров то есть фактически до стенки я все вижу это максимальный режим то есть 70 метров первый режим обеспечивает сто процентов можно на велосипеде ездить освещать себе дорогу так малый режим 2 это фактически ну вот до ближайшей двери у нас здесь 7 метров 1 2 3 4 5 6 7 вот до 7 метров до 8 метров даже этот слабый белый режим обеспечивает так дальше у нас идет следующее нажатие это у нас красный свет вот показываю если камера его возьмет на камеру в руках фонарик так и следующий у нас режим мигающий красный вот на стенке вот так видно то есть если вы сзади в себе прикрепите то вас машины будут видеть так вот таким образом работает фонарик еще раз смотрим дальний свет камера фокусируется фокус поймала фокус вот дальний свет 70 метров ближний свет 5 метров 7 метров красный и красный мигающий ну вот в принципе мы фонарики потестировали вы посмотрели как эти фонарики работают ничего тут удивительно сложного нет и я все таки еще раз убедился что не всегда нужно платить много денег для того чтобы получить желаемый результат и вот эти фонарики которые стоят я уже повторюсь 5-6 долларов 160 гривен у нас в украине это фактически копейки достаточно хорошо решается бытовые утилитарные задачи по ремонту устранение аварии освещение труд и трудодоступных мест в помещениях на улице и даже можно брать с собой в поход на рыбалку на охоту пользуйтесь эксплуатируйте приносите себе радость не переплачивайте друзья всем хорошего настроения до новых видео с вами был канал о мужских игрушках всего хорошего до новых видео пока